Дорогие друзья, уже 7 часов вечера Добрый вечер Сегодня мы презентуем книгу Лента Мебюса Она вышла совсем недавно на русском языке И возможно еще не все успели прочитать Возможно, мы могли бы услышать пару слов о самой книге И непосредственно от автора Alors, bonsoir Bonsoir à toutes et à tous Je suis ravi de partager ce petit moment avec vous De venir à la rencontre de mes lecteurs russes Qui sont très nombreux Donc, voilà, je vais partager ce petit moment avec vous C'est l'un des самых страшных romans que j'ai написано Я вообще пишу только те romаны которые выгоняют холодный пот « Два Франции» это такой термин «романы холодного пота» Вот это для меня И вот из всех моих и без того страшных романов Лента Мебюса, один из самых страшных Alors, ça commence par deux histoires en parallèle « Два Франции» это параллельно развивающиеся историю « Два Франции» это параллельно развивающиеся « Два Франции» это параллельно развивающиеся И Стефану начинают сниться сны И как он подозревает это сны о будущем Сны ужасные, чудовищные И в результате его там в снах должна преследовать полиция В общем, творит он что-то там несусветное в этих снах И он пытается понять Эта фантазия Потому что сны о реальной Фантазии или реальная проведение Действительно будущего И если это проведение, то что делать Как избежать И, как в любом уважающем себя детективе Две истории, которые кажутся совершенно параллельными Естественно, с какого-то момента начинают сливаться в единую И приводят к общему расследованию Ну вот, чтобы, так сказать, не лишать интереса тех, кто еще не прочел Я на этом остановлюсь Естественно, я не буду рассказывать, как уж там дальше Это, так сказать, общий сюжет из-за травка романа Спасибо большое Я хочу всем напомнить, что наша встреча проходит в открытом формате Если у вас есть какие-либо вопросы к автору Достаточно поднять руку Я дам вам микрофон И вуаля, собственно Пока скажите Как вы относитесь к публичности Которая, но всегда сопутствует такому крупному успеху? Которая, я думаю, у вас есть какие-либо вопросы к автору? Которая, я думаю, у вас есть какие-либо вопросы к автору? Которая, я думаю, у вас есть какие-либо вопросы к автору? Которая, я думаю, у вас есть какие-либо вопросы к автору? Которая, я думаю, у вас есть какие-либо вопросы к автору? Ну, с одной стороны, я должен признать, что я действительно отношусь к наиболее известным французским авторам на сегодняшний день Вот, к самому известному Поэтому этот ваш вопрос, он для меня очень важен И я думаю, что к известности нужно относиться только одним образом Не позволить ей менять себя Самое главное, это оставаться соброй Мы знаем кучу примеров обратных Потому что я происхожу из довольно простой семьи Скорее рабочей, с севера Франции Я прекрасно знаю ценность денег И чего они стоят, и чего стоит их заработать Я прекрасно помню в системе, каких ценностей меня воспитывали И я считаю, что эта система ценностей, ни я сам, не должны меняться в зависимости от того, какую известность я приобрел Для меня это очень важно, чтобы эта известность не вскружила голову И чтобы я не потерял себя, и я за этим слежу Спасибо большое, у нас есть пока вопрос из трансляции Какой ваш любимый писатель и какая любимая книга Какой ваш любимый писатель и ваш любимый писатель? Ну, из тех писателей, которые работают в моем юнице Работают в детективном жанре и в жанре фантастики То есть этого рода литературы Я не могу не назвать Стивена Кинга Который остается со мной со времен отрочества Который у меня произвел огромное впечатление Еще, так сказать, в раннем юношеском возрасте И который для меня был всегда очень важен И на котором, не только для него ссылался в многих своих романах Но вот мне какие-то поклоны, подмегивания его адрес Я себе в романах позволяю А если говорить о классике, опять-таки, я беру только мою область детектив То это книга, которая на меня, естественно, произвела большую очередь Я ее прочел первый раз Но с тех пор я ее читала И я должен сказать, что в ней заложены большинство абсолютно современных ходов В трактовке детектива, сюжета, развития, сюжета Это совершенно паразитно, если посмотреть по этим углом Это Собака Баскерли И если говорить о более современных примерах То это, конечно, роман Молчание и Дня И тоже из тех же соображений Что И Собака Баскерли Потому что по тому, как это выстроено По тому, как там этот саспенс, напряжение держится По тем приемам, по тем структурным каким-то находкам, которые есть в романе Это идеальный триллер, который определил на долго развитие литературы в этом направлении Спасибо большое Насколько я знаю, Франк получил образование техническое Сейчас один из самых известных писателей Хотелось бы узнать, был ли какой-то преломный момент осознания того, что он писатель и никто иной Я знаю, что это была первая информация Собака Баскерли Собака Баскерли Собака Баскерли Ну я могу назвать такой момент Было мне уже лет 28 И к этому моменту я перечитала и пересмотрела кучу детективов и ужасников Действительно я всегда любила и очень много этого видео И в какой-то момент меня начала просто преследовать история, которая вертелась у меня в голове днем, но в основном ночью И это стало навязчивым кошмаром И довело меня это до такого состояния, когда я поняла, что мне надо от этого как-то избавляться И единственный способ, который мне пришел в голову, как от этого избавиться, это взять и выплеснуть ее Больше это было из соображений, чтобы она перестала меня мучить, скажем так И я сел и начал писать В этом смысле писателем я стал вот в один момент Спасибо большое, у нас есть вопросы с зала Добрый вечер, я хотела узнать конкретно о конца Решенко, которому целая серия была посвящена Чем руководствовались вы, когда вы деляли этого персонажа такой сложной и очень трагичной судьбой? Что именно было, так сказать, в вашей голове, когда вы это писали и творили? В этом я расскажу, что вы делали о закричной армии, о том числе, чем вы сделал, чтобы вы забудете на нашу жизнь, как вы начали, как вы рассказали, как вы делали этого персонажа? Да, это правда. Шарко, который имеет очень сильный, и Луциен Бел тоже, которая является партнерами. Вы правы, у самого Шарко, и Луциен Бел, который его партнер, тоже не заедут судьба. Вы понимаете, для того чтобы я могла описать персонаж, для того чтобы я могла почувствовать персонаж, для того чтобы я могла работать с ним, работать, у этого персонажа должна быть своя история, свои сложности, своя боль, свои проблемы, свои слабости. Только тогда он становится не уничтоженным. Если у персонажа в жизни в розовом свете полный порядок, он в полной шоколаде и совершенно счастлив, мне с ним особо делать нечего. Я не знаю, что про него говорить и зачем они говорят. Так что это больше моя внутренняя потребность. Я могу работать с персонажами, у которых сложная, и безусловно непростая, и безусловно чем-то, отличительная биография, свою историю. И вы знаете, мы испытываем гораздо больше теплых чувств, и понимание, и симпатии персонажам, которые страдали, у которых были свои провалы, у которых куча проблем. Ну хотя бы потому, что у нас у любого из нас этих проблем хватает. Поэтому персонаж, у которого ну все абсолютно в полном порядке, эта умница-красавица с роскошным мужем, мы не любим ее, эту умницу-красавицу. И потом она не живая. Значит, мы не сумели докопаться, где ее правда. Спасибо большое. У нас есть еще пару вопросов. Добрый день. Я не знаю, как во всем мире, но думаю, многие здесь согласятся. Ваше творчество часто сравнивалось с творчеством Жан Кристофа в Гранже. Можете ли сказать, обидно ли вам это, смеются ли вы с ним, или может ли вы с ним вообще дружите? Очень часто, когда мы не можем говорить в Гранже, это вы блесе, или может ли вы с ним, или может ли вы с ним, или может ли вы с ним? Да, это очень важно. Мы часто читаем, мы часто читаем, мы многое. Я люблю Гран-Кристофа в Гранжеве, который из-за того, что я люблю все эти книги. И я много respect для него, потому что когда я начинал, я писал, мой первый книг, я писал, я писал, я писал, я писал, и я надеюсь, что он очень сильный, и я надеюсь, что он очень сильный, и я надеюсь, что он очень сильный, и я надеюсь, что он будет писать, как он, и иметь его реномнение. И в принципе, сегодня, я надеюсь, что люди мы сравнили, я очень рад, потому что я смогу быть на самом уровне. вы знаете, во-первых, это совершенно правомочное сравнение, которое не только здесь приходит в голову, и не отсюда исходит. И оно совершенно правомочное, хотя потому что, когда я только-только начинал писать, и я стал перечитывать или читать заново более современную литературу этого жанра, чем то, что я читал до этого, и мне попался Гранжет, я с восторгом прочитал его роман, и сказал себе, что вот я бы хотел так писать, и иметь такую известность. Вообще, это автор всех книг, которые я читала, и которому я испытываю самый глубокий пиетет. Тот факт, что нас сравнивают, это как минимум свидетельство того, что я добился первоначальной цели. Но это правомочное справление сравнение. Спасибо большое. Еще буквально пару вопросов из зала. Добрый вечер. Я читала, что в одном предисловии одному из первых романов, вы написали, что любой писатель должен рассказывать о своих произведениях только о том, что ему на самом деле очень волнует. До сих пор вы придерживаетесь этого же концепта? Да. 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 Я полностью разделяю, продолжаю разделять эту точку зрения. Я считаю, что мы, писатели, то, что мы пишем, это попытка ответить на те вопросы, которые возникают у тебя, к себе, к миру, к людям. Это, прежде всего, это попытка ответить на вопросы, которые тебя очень глубоко волнуют. Это попытка разобраться в том, что для тебя крайне важно. И теми способами, которые тебе наиболее близки. И в той области, которая тебя больше всего интересует. Вот, например, у меня во всех романах очень сильна научная составляющая. Всякий раз своя, всякий раз разная, но всегда научная. И это требует серьезной подготовки. Но это ровно потому, что наука меня, и не обязательно моя вот информатика, в которой я там работаю, а просто наука меня всегда очень привлекала и была мне крайне интересна. И для меня это естественный инструмент, который я использую для ответа на вопросы, вообще, так сказать, для воссоздания мира. Например, мне было бы очень трудно написать исторический роман. Ну, не мое это. Я в школе историю не любил. То есть, может быть, я ее не то, чтобы я прямо это не переносил, но естественные науки мне были намного ближе. Поэтому, чтобы написать исторический роман, мне пришлось бы выше головы прыгнуть, из себя выпрыгнуть. Может быть, я и смог бы, я ее не пробовала, но это потребовало бы чудовищных усилий. А вот, используя научную информацию, научный подход, мне это ближе, мне это проще. Спасибо большое. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Существует ли у вас против ваших героев? У меня есть ли у вас против ваших героев? Как Вы называете вы персонажи? Когда я создавал персонаж, то очень важно, что в работе, в любом случае, что в работе, в том числе, что очень конкретно. То-есть, что если я создавал персонаж, то есть, он должен быть как настоящий полицейский. Если я у тебя персонажа, медицин, медицин-лежист, то есть, как он говорит, как он медицин-лежист. Он должен быть учитывать, как он имеет свои советы, он должен быть учитывать, чтобы я понять, почему медицин-лежист делает этот métier. Я буду смотреть на медицин-лежист, и я буду вопрос. Так, это очень конкретно. После того, что я построю и я вновлю, это, конечно, физически, что мы вновим, и это все, что мы хотим, и это все, что мы хотим. И это все, что мы хотим, чтобы я создавал свой персонаж. Но они всегда основные, как мы создавали свой персонаж. Вы знаете, что я бы сказал, что нет. Потому что когда я создаю персонаж, у него есть конкретная профессия, например, полицейский или субмедицин. Мне очень важно, чтобы свои профессиональные деятельности, он был абсолютно правдоподобен. И чтобы он думал, как полицейский или как судмедекспорт. Чтобы он существовал в этой профессии, совершенно для себя естественно. Чтобы было понятно, почему он стал судмедекспортом, почему он продолжает им видеть, или полицейский. И вот воссоздание сути, духа, профессии, это основывается всегда на очень подробном, тщательном изучении. Я разговариваю с судмедекспортами. И я сижу в полиции, я наблюдаю их быть, я смотрю, в каких условиях они работают. То есть вот этот аспект деятельности профессиональный, он воссоздается максимально достоверно. Но, но, все, что есть и внутренний мир, все, что есть психологический образ, все, что есть суть персонажа, точно так же, как его прошлое, его создание, это все мое. Это я уже сам. Спасибо большое. Еще буквально два вопроса. Здравствуйте. Хотел узнать такой момент. Насколько всем известно, первым романом про комиссара Шарко является «Адский поезд». Но, вроде как, существует еще одна книга с названием, если не ошибаюсь, «Сознание животных». Не могу там что-то произвести. Вот хотел узнать, что это за книга. Является ли она официальным романом, продающимся где-то в Европе. И верно ли, что Шарко любит и любит именно в ней? Теоритом, я думаю, что мы знаем, что первый роман про Шарко с названием «Адская тайна». Но, apparently, он говорит, , что он говорит, что есть фильм «Онш sineвы на механизм» или «Онш sineвы на шарко» и «Думашские проблемы». Он сообщается, что это, что-то это появилось. А то есть ли это. Эти ли beginning, которые появляются легендами? Это Лиен, да? «Consciенство»? Возвращение следует... 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 Возвращение следует...